Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и таки свершилось то, что мы все с вами так долго ждали. Сегодня компания Xiaomi официально представила кучу передовых девайсов, во главе которых встали две довольно интересные новинки, а именно Xiaomi Mix 4, самый технологичный смартфон компании и планшет Xiaomi Mi Pad 5, так сказать один из лучших планшетов на рынке за свой прайс. О Mi Pad 5 поколения я подготовлю отдельное видео, уж поверьте, он этого достоин, а сейчас мы разберем по косточкам новый топ мобильного сегмента от компании Xiaomi, а именно Mi Mix 4, и откровенно говоря, мне этот подлец прям с порога запал в душу, хотя есть в нем и некоторые особенности, которые уж точно необходимо тщательно обкатать и протестировать, при тем как вешать на него шильдик топа. Я лично больше всего переживаю за реализацию нового чипа, так в том же Mi 11, поначалу 888 дракон наломал немало дров и даже местами умудрился подпортить репутацию компании, но благо пара месяцев работы и 4.6 заплаток решили проблему, хотя решили я б сказал частично, теперь Mi 11 тупо принудительно сбрасывает яркость после 20 минут игры, так же как и Пока F3, и я от этого решения вообще не в восторге, но надеюсь и этот недочет ребята пофиксят. Ну а в Mi Mix 4 устанавливается еще более пылкий 888 дракон со знаком плюс, который работает на более высоких частотах, так что как я уже неоднократно говорил, все надо тестировать. А для этого ребят мне нужна ваша максимальная поддержка в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Набираем 3000 больших пальцев вверх, я приобретаю новенький Mi Mix 4 для дальнейшего препарирования и вывода его на чистую воду, с тестами в играх при различных нагрузках, все как всегда. Ну а сейчас присаживаемся поудобнее, запасаемся сардельками в шоколадной глазури, ибо я максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать о всех фишках и функциях новенького топа от компании Xiaomi. Как я уже говорил выше, новый Mi Mix 4 получил не менее новый с пылу с жару 8-ядерный 64-битный чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888 со знаком плюс. И тем самым Mi Mix 4 становится первым в мире смартфоном на этом самом новом 888 драконе со знаком плюс. Да-да-да, обогнав тем самым Honor Magic 3, который выходит через 2 дня. Хитро, ведь именно Honor'у приписывали первенство. Ну да ладно, поспешишь, как говорится, но будем надеяться на лучшее, и быть может инженеры Xiaomi научные, так сказать, опытом, все грамотно рассчитали, и мы получим адекватные температуры как в повседневной эксплуатации, так и в тяжелых играх и программах. Как всегда, все покажет практика и наши реальные зубодробильные тесты с FPS, нагревом и многочасовым троттлингом. Как говорится, от нас ничего не скроется. Ну а в Antutu наш герой спокойно набирает около 900 тысяч очков. Кстати, максимальная частота работы чипа составляет 2,99 ГГц. Объем оперативной памяти в зависимости от модификации будет варьироваться от 8 до 12 ГБ. Ну и накопитель в свою очередь от 128 до 512 ГБ. Далее по списку идет экран, и новинку оснастили довольно компактным, ну все просто ждали от минимум 7-дюймовую панель, Full HD Plus с AMOLED-экраном с диагональю в 6,67 дюйма, частотой обновления в 120 Гц и тачем на 480 Гц. По сути, очень похожая панель на то, что ставится в POCO F3, но немного более технологичную, и самое главное, без каких-либо вырезов, дырок и челок. Да, наконец-то, возвращаемся к полностью безрамочному дизайну. Вот вам и преемник Mi 9T и Mi 9T Pro, ну или Mi Mix 1, Mi Mix 2, хотя у них там был здоровенный толстенный подбородок, или вот лучше даже Mi Mix 3. Но в отличие от своих предшественников, ничего из корпуса выезжать не будет. Фронтальная камера находится непосредственно под самим дисплеем. Сама технология не новая, ее Xiaomi запатентовали еще примерно 2 года назад, но только сейчас полноценно довели до ума, и опять же, со слов производителя, качество получаемых в себя никак не пострадает, ну почти. То есть, камера будет снимать хорошо, но при этом во время активированного дисплея она не будет заметна глазу, и будет появляться только тогда, когда вы ее включите. Ну и еще немного на выключенном дисплее, но то уже не беда. Что же до основной, то она получила уже знакомый нам по Mi 11 108-мегапиксельный сенсор от компании Samsung второго поколения. Далее идет 13-мегапиксельный ширик и 8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и системой оптической стабилизации. Кстати, стаб есть на всех модулях. Но все же никакой революции не произошло, и теснить тот же Mi 11 Ultra новый микс, по всей видимости, не собирается. То есть, нас ждут вполне себе неплохие фото-возможности, но опять же, не номер один в классе, что бы там Xiaomi в очередной раз не говорило. Но остальное всегда покажут только реальные тесты и сравнения. Питает все это дело баночка на 4500 мАч. И да, опять же, без рекордов. Адекватно, но не более того. Зато девайс оснастили очень быстрой 120-ваттной зарядкой, которая от 0 до 100% заряжает нашего героя всего примерно за 15 минут, может быть, с небольшим хвостом. Так же, как и Black Shark четвертого поколения. Беспроводная, кстати, тоже будет вполне солидная, она тут на 50 ватт. К дополнительным особенностям новинки могу отнести, конечно же, свеженькую MIUI 13. Правда, на первых парах девайс все же выйдет на 12,5 на базе 11 андроида, но обнову обещали уже в скором времени. Новинка также получила улучшенную систему охлаждения, стереодинамики, оперативную память, LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.1, защиту от брызги пыли и, конечно же, NFC. Xiaomi Mi X4 выйдет в черном и белом цвете. Что ж, до ценников, то за базу 8128 производитель просит 770 долларов, затем идет 8256 за 815, далее 12256 за 892 и за топ 12512 запросили 970 баксов. Что ж, дорогие друзья, пора уже привыкнуть, что ценники на линейку Mi трудно назвать вкусными. Ну, если сравнить с именитыми конкурентами, то все, возможно, еще адекватно и даже неплохо, но за копейки мы технофарша, разумеется, не получили. Хотя, в целом, смартфончик мне понравился, как в плане дизайна, особенно его безрамочности и отсутствия дырок, так и в плане железной составляющей. Думаю, будет очень интересно покрутить его в руках и посмотреть, на что же он действительно способен. Так что прожимаем локасы и ждем подробных детальных тестов на нашем канале. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за поддержку, всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok